МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Сергей Денцов. И сегодня мы расскажем, кто будет сопровождать туристов, предпочитающих экстремальный отдых, и возможно ли на должном уровне обеспечить их безопасность. Ответы на эти вопросы обсудили на Совете Международной Федерации спортивного туризма в Гродно. Меньше барьеров, больше специальных обозначений и места для досуга. Чего не хватает Гродно для того, чтобы быть более дружественным для людей с ограниченными возможностями, по мнению самих людей с ограниченными возможностями здоровья. Комфортное жилье и благоприятная среда как цель улучшения условий жизни. О ходе реализации государственной программы в Гродненской области говорили на сессии Гродненского областного совета депутатов. Право собственности или аренда. Что выбирают гродницы и в каких районах города дешевле купить земельные участки? Обыкновенное чудо. Опытным путем в Гродно доказали существование настоящего Деда Мороза и точно определили его место проживания. В областном центре состоялся Совет Международной Федерации Спортивного Туризма. Представители Национальных Федераций Белоруссии, России, Литвы, Латвии, Украины и Казахстана приехали в нашу страну, чтобы встретиться с заместителем министра спорта и туризма, а также провести открытую рабочую встречу в Гродно. На заседании разработали международные стандарты безопасности, которые впоследствии будут унифицированы в каждой стране участницы. Кроме этого, на встрече обсудили возможность включения в Международную Федерацию таких стран, как Латвия, Польша, Таджикистан и Грузия. Что это дает практически для стран, это, в любом случае, приток туристов, раз. Второй, обученный персонал инструкторов, которые могут работать с туристами на всех путешествиях. Для Гродно, для нас, это тоже очень важно. Нам на августовском канале этот год выявил, что у нас нехватка профессиональных квалифицированных инструкторов. Которая выявила, что нужны преподаватели высокого класса, которые могли бы рассказать этому инструктуру и элементы спасения, элементы организации. Августовский канал представляет большой интерес для любителей спортивного туризма. Однако недостаточная возможность обеспечить группы профессиональными сопровождающими тормозит развитие этого направления. Вместе с тем спортивный туризм в регионе развивается активно. И гости из соседних государств охотно приезжают в Принеманский край в поисках острых ощущений. Только в этом году на сплавах побывало более 5000 туристов. Белоруссия, в отличие, допустим, от других государств, имеет некие преимущества. Ну, например, у вас две области пограничных, имеют безвызовый режим с большим количеством государств. Как раз из этих государств людей хотят вступить в Международную Федерацию. И вот есть идея проведения международных игр туристских как раз в Белоруссии. Потому что, вот если все условия собрать, то белорусские условия наиболее подходят именно для проведения такого мероприятия. Рельеф Гродненской области позволяет проводить соревнования по семи видам спортивного туризма, включая авто, мото и даже горный вид путешествий. Поэтому наш регион выступает потенциально привлекательным для организации интернациональных марафонов. На совете не остался без внимания и вопрос о том, кто будет отвечать за предстоящие мероприятия и стоять у руля Международной Федерации. Ведь срок правления предыдущих руководителей истек. Перевыборы президента и вице-президента состоялись в открытом режиме. Ими стали белорусы Николай Дубовик и Сергей Каледа. Международный день инвалидов Одним из самых острых вопросов сами инвалиды называют недостаточное безбарьерное пространство в городе. В многоквартирных панельных домах по-прежнему встречаются пандусы, которые сложно было бы осилить и здоровому человеку. Слишком крутые съезды, не оборудованные перилами. Часть государственных учреждений также могут быть и вовсе не оборудованы лифтами, что делает невозможным посещение такого учреждения инвалидами-колясочниками или людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Те из учреждений, скажем, поликлиники, которые сдавались в эксплуатацию сравнительно недавно, в достаточной мере оборудованы безбарьерно. Чего нельзя сказать о постройках постарше. Сегодня подчеркнули на заседании, просто невозможно сдать здание в эксплуатацию, если оно не оборудовано пандусами, подъемниками и прочими средствами, позволяющими всем категориям граждан беспрепятственно перемещаться. Иногда же сами горожане создают трудности инвалидам. Хорошо, что сделаны парковочные места во многих местах. Но вопрос встает остро в другом, что эти места для инвалидов заняты постоянно. То есть это острая проблема, которая возникает. То есть делаются рейды, соответственно, и вот они плохо, что люди не понимают этого. В этом вот проблема. В основном делаются, да, сейчас понижаются тротуарные бордюры. То есть в этом плане, да. Но еще надо, конечно, дорабатывать вопросы с общественным транспортом в плане подъезда. Именно к остановке вплотную. Ну, часто все равно водители нарушают это. Нельзя сказать, что Гродно совершенно не дружественный город людям с инвалидностью. Однако есть ряд существенных недостатков. Так, отмечает общество инвалидов, по зрению есть нехватка светофоров, оборудованных звуковым сигналом. Немаловажным является и увеличение количества пешеходных переходов и остановочных пунктов, оборудованных тактильной плиткой. Благодаря ей люди с нарушением зрения понимают, что впереди зона повышенной опасности. Всего в Гродненский госполком поступило 38 обращений только по вопросу создания безбарьерной среды. Есть много вопросов. Есть сказать, почему они есть. Конечно, здесь можно назвать массу причин. Начиная от нормативных документов, которые сегодня существуют. Вот буквально еще свежая память совещанию президента. Нам показали дома, которые строятся практически в нулевом цикле, где не только люди с инвалидностью, но и с детской коляской, престарелые люди. Да и просто житель. Можно без всяких порогов, без ничего пройти прямо к лифту, без всяких ступенек. Ну, почему бы у нас в городе это не делать? Затронули также и вопрос досуга инвалидов. Для этих целей у общества инвалидов могло бы подойти здание бывшего лагеря «Белкарт», расположенного в урочище Пышки в областном центре. Участники заседания выразили надежду, что их просьбы и замечания по улучшению городской среды для людей с ограниченными возможностями будут услышаны и решены в ближайшее время. Утвержденная в 2016 году государственная программа по обеспечению комфортных условий проживания и благоприятной среды обитания работает почти три года. И за это время есть положительные результаты. Сама программа включает в себя восемь подпрограмм, каждая из которых нацелена на улучшение качества услуг жилищно-коммунального хозяйства. От обеспечения качества и доступности этих услуг до ремонта жилищного фонда и даже улучшения качества воды. За текущие три года, отмечалось на заседании, с запланированными показателями справились в отдельных пунктах, даже с опережением намеченного. Так только в этом году перевыполнено задание по перекладке тепловых сетей 95 километров при запланированном показателе 83 километра. До конца года в жилом фуде Гродненщины должны заменить порядка 240 лифтов. Это также реализация одной из подпрограмм. В целом программа «Комфортное жилье» нацелена на оптимизацию затрат жилищно-коммунального хозяйства, снижение себестоимости и повышение качества услуг и доступности ЖКХ. Вот за этот период мы сэкономили для бюджета порядка 60 миллионов рублей. Самая большая экономия была в первый 16-й год, там 53 миллиона рублей. Ну, дальше, по мере того, как уже были реализованы большинство мероприятий, конечно, экономия снижается. На сегодняшний день выполняются задания по перекладке тепловых сетей, выполняются задания по вводу жилья после капитального ремонта. Мы будем увеличивать количество вводимого жилья до конца года. В текущем году у нас 290 тысяч вводится. На следующий год мы планируем 300 тысяч вводить. На повестку заседания также был вынесен вопрос о ходе реализации программы трансграничного сотрудничества Европейского союза «Польша-Беларусь-Украина-2014-2020». Так, в следующем году планируется построить пожарный аварийно-спасательный пост в городском поселке Сапоцкин, приобрести аварийно-спасательную технику. Кроме того, запланировано приобретение автоколенчатого подъемника высотой не менее 50 метров, автомобиля с прицепом и нефтесборного оборудования с аварийно-спасательным инструментом. Также есть и другие проекты. В частности, один из проектов направлен на реконструкцию учебно-тренировочного комплекса в городе Гродно для подготовки спасателей. Ноябрь, пожалуй, самый переходный месяц. На календаре еще осень, но в воздухе уже кружит снег. На центральных площадях устанавливают пушистые ели. Новогодние распродажи зазывают в магазины за подарками. И в этом году, как и во всех предыдущих, каждый гродненский ребенок встретится с главными героями праздника – Дедом Морозом и Снегурочкой. Настоящие ли они или просто переодетые взрослые решили выяснить в Гродненском областном дворце творчества детей и молодежи. Опытному глазу детворы и строгого жюри это становится понятно буквально с первых минут новогоднего представления. На смотре конкурса «Волшебных стариков Ёлка-фест-2018» побывала и наша съемочная группа. Настя Чарук сегодня немного волнуется. Ей, как и всем маленьким гостям смотра конкурса «Ёлка-фест-2018» предстоит встреча сразу с семью Дедами Морозами. Поначалу такое количество добрых волшебников девочку смутило. Возникли даже некоторые сомнения. Но Настя в ситуации сориентировалась быстро. Раз Дедов Морозов семь, значит и подарков под елкой тоже должно быть столько же. Хотя пока у маленькой Насти готова лишь одна просьба. Дорогой Дедушка Мороз, я хочу на Новый год одежду для моей игрушки. Принеси мне, пожалуйста. И еще моя сестричка тоже хочет игрушки. За право назваться лучшей сказочной парой изначально боролись 19 команд-центров творчества детей и молодежи из каждого района области. В финал вышло лишь семь пар. Разумеется, все настоящие. Вот только подход к детям, умение завлечь и развеселить, да и сама программа проведения новогодних праздников у всех разная. Среди традиционных статных Дедов Морозов и миловидных снегурочек встречались и те, которые действительно удивляли и предлагали совершенно нестандартный подход к классическому празднованию. Мы приготовили очень современную программу. Мы всегда в тренде, что называется. Меня Снегурочка новым словам научила. И поэтому наша программа в этом году называется «Цвет настроения зимний». Вот. И все у нас посвящено именно вот таким молодежным движением, песням. На самом деле сейчас дети вот с таких маленьких уже знают все молодежные направления. Они следят в ютубах за всем и все очень хорошо знают. Смотр конкурса «Ёлка-фест-2018» превратился в один большой утренник. На сцене то и дело сменялись команды, и зал ни на минуту не умолкал. Пели караоке, танцевали, смеялись и вместе звали главного героя праздника – Дедушку Мороза. Однако две основные номинации определили те команды, которым удалось за несколько минут выступления создать настоящую сказку и покорить сердца не только маленьких гостей праздника, но и опытных членов жюри. Жюри выбирают победителей в двух номинациях. Первая номинация – сюжетно-игровая программа. Вторая номинация – лучшие Дедушка Мороз и Снегурочка. И они будут защищать честь Гродненской области уже на республике буквально вот в декабре. Оказалось, что самые лучшие Дед Мороз и его помощница-внучка приехали из Чучинского центра творчества детей и молодежи. А вот самую зажигательную программу предложили гродненцы – сказочные персонажи из центра творчества «Промень». Но самое главное в этом хороводе лица сценариев – это разнообразие. Возможность показать себя и поучиться у коллег по новогоднему цеху. Даже в досуговой деятельности традиция должна идти в ногу с инновацией. И чем больше новинок и изюминок будет у каждой пары персонажей, тем более запоминающимся и оригинальным станет каждый утренник страны. А я скажу так – Дед Мороз должен быть разным. Потому что нас в школе Деда Морозов обучают, что Дед Мороз должен уметь все. Он не должен быть стареньким, немощным. Он должен быть разным. Потому что разные детки и разные должны быть для них подходы. Уже 15 декабря в субботу вечером взрослые гродненцы тоже смогут оценить всю палитру образов и костюмов волшебных персонажей на театрализованном шествии Дедов Морозов и Снегурочек. А пока время писать письма с просьбой об обязательном личном чуде и замереть в ожидании, пожалуй, самых приятных моментов в году. Олеся Матвиенок, Агаджан Батырджанов. Новости Гродно+. Очередной аукцион прошел в Гродно. С молотка ушли сразу четыре помещения. На этот раз борьба шла за земельные участки в микрорайоне Южный-4, а также за аренду капитального строения и конфискованного жилья. Земельный участок по улице Скидельская ушел за 25 800 рублей. А вот по улице Центральной с девятой попытки за 37 900 рублей. Сегодня предлагаются земельные участки, преимущественно в микрорайоне Южный-4, поскольку эта часть города стремительно развивается, и она пользуется реальным спросом у покупателей. Если в этих случаях за право стать собственником боролись всего по два участника аукциона, да и сам процесс прошел без особого ажиотажа, все изменилось, когда был объявлен лот на право аренды помещений. Квадратные метры, расположенные в подвале многоэтажного дома в самом центре Гродно по улице Советской, сроком на три года в итоге ушли с молотка за 5 805 рублей. За этот лот тоже боролись два человека. А вот за помещение по улице Лицкой с условием, что здесь откроются парикмахерские услуги, боролись сразу три участника. Стартовая цена составила 303 рубля, но к финальной 25-й попытке она достигала 10 057 рублей. Следующий аукцион пройдет через две недели, на 11 декабря. На нем будет предложено два земельных участка для индивидуального строительства в микрорайоне Южный-4 и право аренды земельного участка для строительства торгового объекта в микрорайоне Ольшанка. Будет продаваться еще право аренды земельного участка для строительства административного здания по улице Мостовая. И продаваться будет имущество по заявке предприятия в городе Скидель, капитальное строение. За неделю минус три гаража. В Гродно участились случаи возгорания в частных гаражах. При этом наряду с недвижимостью пострадали и автомобили. Для ликвидации пожаров спасатели выезжали на улицу Волково, Горького и в район мясокомбината. Если по первым двум адресам ЧП обошлось без жертвы, в случае с последним происшествием от взрыва пострадали двое мужчин. Во всех, без исключения эпизодах, виновниками были сами автовладельцы, выбравшие для ремонтных работ не специализированные мастерские, а собственные гаражи. Не имея квалификационных удостоверений для проведения огневых работ, начинают огневые работы не на подготовленных автомобилях, которые начинают гореть. Также около емкости с горючими жидкостями и загазованной атмосфере. Ну и также для отопления в таких гаражных оперативах зачастую используются печи-буржуйки, что в таких гаражах или мастерских категорически запрещено. Всего с начала года в Гродно уже произошло 75 пожаров, и в каждом пятом случае это были возгорания частных автомобилей. В подавляющем большинстве эпизодов причины стали неисправности электропроводки автомобиля либо ремонт с нарушением правил пожарной безопасности. Что примечательно, большинство ЧП зафиксированы именно в холодное время года, когда автовладельцы вплотную занимаются починкой машин. В каждом втором случае, кроме того, что пострадали автомобили и гаражи виновников пожаров, также было повреждено и имущество соседей по гаражным кооперативам. Захватывающий поединок можно будет увидеть совершенно бесплатно. 2 декабря в Гродно на стадионе «Неман» встретятся футбольные команды Гродненского «Немана» и Брестского «Динамо». Игра пройдет в рамках заключительного тура чемпионата Беларуси. На поле команды выйдут в 14.00. Вход на игру свободный. И напоследок премьера яркого красочного танцевального шоу Музыкального театра «Рада» состоится 29 ноября на сцене Гродненского драмтеатра. В концертной программе театра «Рада» есть все – песни, танцы, лирические поэмы и шуточные зарисовки. Но неизменным остается одно – сочетание высокого профессионализма и душевной проникновенности исполнения. Премьера состоится 29 ноября на сцене драмтеатра. И в завершении выпуска информации от нашего партнера. МТС предложил гостям Беларуси безлимитный интернет. Выгодные условия тарифного плана «Безлимитище» стали доступны не только жителям Беларуси. Пользоваться популярным у абонентов МТС тарифом теперь смогут и иностранные гости. «Безлимитище» – уникальный тарифный план, который позволяет расходовать интернет-трафик со смартфона в любых объемах. Плюс абонентам ежемесячно начисляется 400 минут на разговоры в сетях всех белорусских операторов и 50 МБ ежесуточно для бесплатной раздачи безлимитного интернета. Плата за тариф составит 16 рублей 37 копеек в месяц. Дополнительно абонент может воспользоваться услугой 200 минут во всей сети или 5 любимых номеров во всей сети. Перенести неизрасходованный трафик минут, включенных в абонплату на следующий месяц, позволит сервис «Смартбокс». Подробнее об условиях тарифного плана «Безлимитище» можно узнать на сайте компании МТС. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77-33-04. Я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова